Эта группа мне очень нравится, потому что здесь собрались люди из самых разных медийных организаций, из всевозможных департаментов по работе с общественностью и так далее. Когда такая сборная солянка всегда очень интересна, потому что возникает очень много мнений. И на самом деле, рассказывая о каких-то вещах, которые мне известны, я в том числе получаю обратную связь и информацию о том, как, допустим, работают подобные службы и структуры в Кыргызстане. Поэтому все это, конечно, безумно интересно. То, что касается программ пребывания, она во многом зависит, во-первых, от, естественно, желания самих людей со мной встречаться, а здесь таковых становится все больше и больше, и расписание и так было плотное, а сейчас я подозреваю, что оно будет еще плотнее. У нас в планах встреча завтра с руководителями, с топ-менеджерами телекомпании НТС. Это давняя такая задумка, сесть и попробовать набросать такой проект плана стратегического развития для медиакомпании. Следующий год будет очень серьезным испытанием для этой компании, ну, в силу ряда обстоятельств. Поэтому, конечно, нам бы хотелось все рассчитать, распределить и спланировать таким образом, чтобы все процессы были отлажены. Ну, а основная доля моего времени, она будет в АШЭ, где мы для телекомпании НТМАК проведем очень серьезное, во-первых, обучение, во-вторых, это будет еще и разработка точно такого же плана стратегического развития медиакомпаний. Я очень рад, что и в России, и в Кыргызстане теперь очень серьезно об этом задумались, о том, чтобы спланировать все заранее, простроить коммуникации, понять, какие процессы важно улучшить, куда двигаться, какие показатели нужно достигать. Это связано и с коммерческой деятельностью, это связано и с новостями, и это никогда не было разрывно от друг друга, потому что новости – это все равно лицо компании, это визитная карточка, поддерживать высокие рейтинги новости помогает. И важно не упустить и здесь, и в тот же момент наработать именно такую хорошую коммерческую составляющую. Если это получается, получается, помните, был такой слоган «Ваша реклама – наша независимость». Вот сейчас, наверное, настало время как раз вернуться к этому же пониманию, что действительно вложения в средства массовой информации дают определенную свободу слова и определенную независимость именно этим СМИ.